Это прицел на тоске от миномета. Он в идеальном состоянии, в комплекте. Тут к нему ключики всякие идут, щеточки, тиселки. Вот так вот смотрится и стреляется. Но стрельба это в прошлом. Никакой больше американской военщины. Прицел давно уже вещь сугубо мирная. Экспонат коллекции, фотографических принадлежностей и оптики. И разглядеть в него можно разве что вид из окна. А вот и, так сказать, боевой товарищ. Точнее, противник. Этот фотоаппарат был разработан советскими военными. Для выполнения боевых задач особого рода. Фотокамера ФТ-2. Это удивительная камера. Ее придумали артиллеристы. Для того, чтобы снимать панорамы обстрела. У нее длина кадра 12 сантиметров. Вот такой вот длинный кадр получается. И он снимает панораму. С горизонта выставляется и бегает объектив. В коллекции, которую собирает иркутский фотолюбитель Сергей Долгих, есть почти все советские объективы и фотоаппараты, когда-либо сходившие с конвейеров заводов. Некоторые остались у коллекционера с советских времен. Некоторые ему дарили друзья. Остальные раритеты он в течение долгих лет отыскивал на полках комиссионных магазинов. И на развалах блошиных рынков. Взглянуть на всю эту технику скоро смогут все желающие. В своем доме фотолюбитель решил сделать музей. Энтузиасты смогут подержать ее в руках, а некоторые образцы и опробовать. Например, вот эту и продукционную камеру. Таких во всей России только 14 штук. Иркутский экземпляр в рабочем состоянии. С него можно хоть сейчас сделать снимок. Плавно наводим масштаб, запускаем аппарат и вручную выставляем резкость. 46 лет аппарат работает так, будто вчера сошел с конвейера. Это самый крупный предмет экспозиции. Репродукционная камера 1967 года выпуска. В свое время с ее помощью делались карты-километровки, предназначенные для высшего командного состава Советской Армии. Артур Харламов, Николай Крупченко. Новости сейчас.